Всем доброе утро! У нас сегодня замечательная погода. Прохладно, где-то 9 градусов, но зато светит солнышко. Адриан уже ушел в спортзал, потом на работу. Я застелила кровать, полила свои орхидеи. Сейчас они чуть-чуть напитаются водичкой, я их уберу. Они там у меня на кухне стоят, я буду убираться чуть-чуть в доме. У нас соседи что-то сверлят за 9 часов утра. Уже, наверное, больше недели, звук такой неприятный. Не знаю, что они там ремонтируют, что они там делают так долго. Хотя в этих новых квартирах выходят косяки, так что быстрее всего исправляют. Многие люди уже начинают переделывать ванные комнаты, переделывать полы, стены, кухни. Как-то не очень качественно здесь все сделано, но, в принципе, сейчас так строят дома. Быстренько, дешевый материал, высокие цены на саму квартиру. Так что вот так вот начинается день. Пойду я что-нибудь делать. Из семи орхидей, которые у меня есть, будет цвести только одна. Это самая большая, которую я пересаживала в большой горшок. И которая часто падала, вот она будет цвести. Все остальные пока что еще нет. Я думаю, весной, наверное, ее снова нужно будет пересадить. Потому что смотрите, какие корни. Они просто длиннющие. Плюс я вижу, здесь корешки даже выходят из горшка. А, вот корешочек. Где-то я еще видела. Но, я не знаю, наверное, что-то придется побольше искать. Листья страшные, но я надеюсь, что они потихонечку-потихонечку будут опадать. Это потому, что она часто падала. И плюс, видно, я ее перелила, и листья полопали. Или, вот видите, этот корешок прошел насквозь, возможно, и он порвал. Не знаю. Ну, а все остальные еще даже не цветут. Корешки только пускают. Субтитры сделал DimaTorzok Все, я уже закончила со своими делами. Убрала чуть-чуть в доме, освежила его. Сейчас пойду приму душ. У меня и одежду, потому что очень жарко уже в доме. Не знаю, сейчас нужно будет посмотреть, какая температура. Утром было 22 градуса, когда Адриан выходил. Но утром у нас включилось отопление. Видно, этой ночью было достаточно холодно. И потом пообедаю. А потом, я думаю, что вечерком, когда стемнеет, после 6, я пойду в магазин. И заодно еще посмотрю, что там есть какие новогодние украшения в городе. Потому что я в центре еще не была, не видела. Также возле мэрии я не была, тоже не видела. Там вроде бы как шар какой-то установили. Я только видела колесо обозрения. И все. Так что интересно посмотреть. Заодно и вам покажу. А потом пойду в магазин, уже куплю вы какие продукты. И вот такие вот планы. Где-то в полпятого придет Адриан. Поспит чуть-чуть, отдохнет. Потом опять на работу. А я как раз уйду в магазин. Так что оставлю его спокойно поспать, отдохнуть. Спи, спи. У меня здесь спит Мика. Я ей сделала такую будку. Как мы когда-то в детстве с сестрами делали. И ей так нравится. Адриану не очень. Потому что Адриан спит съесту на диване. Ставит себе телевизор. И когда она здесь, то ему не хочется ее будить. И он уходит в спальню. И страшно недовольный. Какая уставшая я киса. Этой ночью опять почти не спала. Да? Красотка. У нее опять глазик. Начинает течь. Такая мордашка. Сперва глазки куда-то заходят. Потом уже носик. Да? Приплюснутый носик. Надеюсь, к этой поре уже и Мика проснется. И я разберу этот дом. И пускай он занимает свой любимый диван. Ну, 24 градуса у нас уже в доме. На 2 градуса поднялась температура. Потому-то мне и жарко. Наверное, буду опускать я жалюзи. Уже дом нагрелся нормально. Идти надевать что-нибудь полегче. А то очень жарко. Я все-таки решила сперва пообедать, а уже потом пойти в душ. Я себе сделала самый ленивый салат. Зеленые листья, авокадо, лук и помидор. Я уже посолила, полила оливковым маслом. И кровяная колбаса. Адриан вчера приносил с работы. Так что у меня сегодня был готов обед. И не нужно ничего придумывать было. Адриан летом перешел на новую работу. И мы сделали очень хорошее предложение, от которого он не мог отказаться. Это его бывший начальник. Он уже на него работал. Он предложил ему ту же должность, на которой он был на прошлой работе. И чуть побольше зарплату. Так что Адриан перешел. Тем более он уже думал искать что-нибудь новое. Потому что тот ресторан, где он работал, закрыли. Он перешел работать в другой ресторан. Его прошлые начальники имели два. И получается в этом последнем ресторане были два шефа зала и только один работник. Так что было сложновато. Они свои обязанности почти не исполняли. Начальство было постоянно над ними. И так как дела у них шли плохо, там постоянно были ссоры. Адриану это очень не нравится. Так что ему поступило это предложение. И он сразу же решил перейти. Здесь конечно же обязанностей очень много. Когда только открывался тот бар, это стейк, бар и пинчус. Работы было очень много. Адриан бывало уходил на целый день с 9 там и утра, и до 9 вечера. Но сейчас уже полегче. Ему нравится, он довольный. И это самое главное. Единственное, что ему не нравится, это увольнять людей. Он на прошлой работе этого не делал. Это делали начальники. А здесь ему приходится. И это ему очень не нравится. Но что поделать, нужно это делать. А так то да. Он очень довольный. И вот когда у них остаются пинчус в конце рабочего дня, то рабочие их разбирают. А если нет, то их сразу же выбрасывают. А на следующий день уже делают свеженькие. Так что иногда Адриан приносит то тортия остается, тортию приносит это, что чаще всего остается. Иногда какие-то пинчус. Но я конечно же вечером не ем, потому что он приходит иногда очень поздно. А на следующий день у меня есть обед. Так что иногда получается так, что меня мой муж подкармливает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но несколько дней Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok но оказывается, что они очень большие и я поставлю только один, а три заморожу. А с этого я сделаю салат. Адриан хочет салатик на ужин, так что будет салатик на двоих. Салат у меня уже почти готов, жду, когда приготовится курица. Я поставила сюда листья, лук, помидор, маслины, брынзу, оливковое масло, чуть-чуть соли и потом еще сверху этим кремом, что я сегодня принесла, полью и все. Курица еще пять минут и будет готова. Так что будем ужинать. Адриан говорил, что он на работе перекусывал, так что не очень голодный, так что нам этого салата хватит. Так, еще разочек ее переверну. Там остается три минуты и будет готова. Если она плохо заходит, нужно прижимать двумя руками. Вот такая вот курица прижаренная получилась. Сейчас я ее разрезаю на кусочки и все, салат будет готов. Будем ужинать. Восторг. 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 Восторг.